19, 11, 22. Я хочу начать с того самого главного. Почему война до сих пор нами не выиграна? Быстро, эффективно, никак, говорит Кремль, мы будем 5 лет воевать. Вы что, совсем слабоумные, вы с ума сошли что-то вообще? Какие 5 лет-то? Великая Отечественная война 4 года шла, а вы собрались воевать 5 лет с противником, который на порядок слабе, Гитлеру просто даже несравнимые вещи, где у вас там колоссальное преимущество в технике, в артиллерии и прочее. Ну, вот это все время отмазка, что все, НАТО там воюет, да, да, но втягивает. Вы позволяете своей неделительностью, своей вот этой вот неразворотливостью как бы ему втягиваться, даете время. Вот, я вам объясняю просто основная причина. Я уже на это указывал, что энергетика солдариха не уничтожена на 100%. Вы слышали про 40% тысячу лет назад, вот нас как будто заморозили, разморозили. И сколько стало? 70-80%? Нет, 40%. За этот путь они мучительно прошли 10%. Вот, послушайте, Сурайкин вроде там начал, вдруг окрик из Москвы. Хорош, стой! И нас уберяют, что это не дано в говорнике. Ну, вот понимаете, нет технической никакой трудности уничтожить всю энергосистему солдариха. Потому что, ну, её могут даже уничтожать беспилотники. Не то, что самолётом, но летит, увидит линия. Ну, допустим, беспилотник там скинул гранату, да, ударил какой-то ракетой, да, ну, ладно, да. Ну, нет у него ракетов, проволоку скинул на провода, всё, провода замкнулись на часа три. Электричество туда не подаётся. Ну, хорошо, они убрали проволоку там, ещё так сбросили в другом месте. У нас доступность до их, как бы, систем. Вот надо нам хотя бы, если мы не смогли уничтожить мосты, дороги там, там, всё, там, ну, хорошо, там где-то укрепление, все подстанции там, прочее, генераторы и прочее, прочее, то можно же хотя бы, хотя бы ударить по линиям. По линиям ударить просто по, ну, не нашёл ты, хотя вот как это будет, уже полетел по проводам, и провода тебя приведут прямо как к энергосистеме, да, которые, вот не бывает же электростанций, которые каких-то даже тайных каких-то генераторов, которые, ну, как-то по воздуху, сейчас ещё, вот, как Тесла там планировал, не научились вот такими шарами огненными там передавать, понимаете, везде нужны, как бы, провода. Это ставит уязвимость. Соларейх, с военной точки зрения, запустил у нас на своё воздушное пространство, это ставит... Вот, вы можете представить Гитлера, который бы, вот, вторгнувшись на, вот, когда Европа на нас вторглась, да, вот эти бандеровцы, гиммлеровцы, и вот, ой, гиммлера-бандеровцы, они вторглись, они что смотрели, да, ах, вот тут русские, тут электростанции, вот тут провода, да, да, ну, здесь, наверное, не надо, надо столько-то процентов только уничтожить, а вот столько-то процентов мы уничтожать не будем. А как же, говорит, там партизанский отряд в лесу, который против нас воюет, надо же, ну, хоть одну веточку-то им оставим, хорошо, три, взорвём, а, а теперь пусть в лес идёт там про кабель, чтобы партизанам тепло было. Вот так Гиммлер рассуждал, и вот это вот всё, как это вот всё, это возможно, вот это вот, блин, это всё с 17-го года идёт какая-то непрерывная дурь, что яблоняк, яблоньки недалеко, вот это Бронштейн, не войны, не мира и армии отменить, зловонный брецкий мир Джугашвили и Ленина, вот этот брецкий мир, вот эта дурь просто невероятная, когда впервые, пожалуй, в истории подписали, стали просто раком перед Германией, Германия, этот Гленин и Джугашвили, вот этот Бронштейн, и Германия тут же сдалась в нашем союзе. Просто, 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 вот почти без всякого перерыва вообще. Ну, такой дурь вот нигде там не происходило, понимаете? То есть, естественно, это создало реваншистские настроения в Германии, создало видимость, что они, как бы, якобы войну бы играли, как бы, как бы, Вильгельма кто-то заставил, а кто Вильгельма заставил? Он не усопот был. Вильгельма заставили Людендорф, лучшие полководцы Германии, которые ему объяснили, что солдаты у него кончились на Восточном Курте, что воевать с западными союзниками, которые вот изобрели танковые войска, которые начали сказывать свое, так сказать, зловещее дело, пусть для начала в скромных масштабах, но уже понятно, что там образовывались дыры по 30 километров шириной и со всеми вытекающими последствиями. А у Германии этого не было. Вот именно в этот момент дебил, сказочный Ленин, все. И вот все это, мне кажется, все это продолжается, вот это вот мы выигрываем, войны, что-то достигаем, открываем месторождение, все это спускается в канализацию, понимаете? После плана Блау, когда Джугашили и прочие дебилойды вроде Мехлиса поджали хвост, уже не столь петушились, не строили из себя великих полковицев. Ну, вы знаете, что там два наших маршала Васильевский и Жуков разработали операцию на Курской дуге, да? Я как бы и объяснял, что как будто в дни, в месяцах сделали 8 линий обороны. А сколько в Херсоне было сделано линий обороны? Вот у нас локоть коммуняка, предательство вот это творилось, взламывал асфальт, строительная техника, не знали, куда государственный день, тот же асфальт дурацкий там везде застилали, понимаете? И вот это все, на этом асфальт корка ледяная, люди калечатся там, боеспособные товарищи, которые могли бы там принести пользу там стране, получают переломы, ребер, гом бьют, все вот это вот, все. Вот вся его деятельность, понимаете, сам он на передовую не поехал, вот эту технику не послал, и сколько у нас строительных фирм, и это можно было бы за все это время, как, ну, взяли Николая, вроде как в Николаеве, зашли в кабинет Кима, а Ким сам рассказывает. Я им сказал, пошел вон, и они ушли, да, вот, ну, хорошо, ушли, ну, испугались Кима, Кима, да, Луна именно наорала на наших там, людей вооруженных там автоматами, все, потому что ребята скромные, ну, хорошо, ну, испугались, Москва испугалась, что он так кричит, как крысам, может, противно людям было, но хорошо. А, ладно, вышли из Николаева и сделали опорные пункты, сделали линию обороны, и пусть бы эта крыса кричала у нас там в Тулу, окружили бы опорными оборонительными пунктами, вот, вот, что сейчас за Днепром, там, три позорные линии обороны, да, там, у Жукова восемь, а у нас три, ну, ладно, хорошо, три. А почему три нельзя было сделать по линии Николаева, как только мы зашли, учитывая, что это стратегический ответ. Сейчас там Сурайкин говорит, что мы ушли, Кадыров это поддержал, ну, не поддержал, но, как бы, вот так вот этот Вагнеровец, как его там прилепит, да, и я один не поддерживаю, ну, может быть, еще какие-то Логенеровые укоры, которые-то я оставлю в известность, их нафиг все запретили, просто, чтобы никакой, ну, правда вообще, какие-то негативные недостатки не критиковались нашей армии, там, ничего вот этого вот не было, их запретили, и все. Вот, все. Ну, уж коли зло пресечь, тут вспоминается Грибоедов, собрать все книги, да и сжечь. Вот, ну, знаете, вот, и ситуация, как бы, вот, ну, можете воинкором есть такой, Юрий Катинул, замечательный человек, вот эти люди освещали, кто такой Моторол? Вот эти колоссальную пользу принесли стране. Москва, коммунячи, вот этих людей, им заткнули рот, им сейчас нельзя освещать вот этот подвиг нашей Донецкой Спарты, это должно было зайти в историю, а и это не будет. Вот даже вот там, вот, кстати, это приводится, что вот эти люди им говорят, вот это, ну, вы смотрите, даже Джугашин, голбоящер сначала, ведь, а нет, орали там, ну, Катюнок это не говорит, а я и скажу, сначала, врали так же, вот, как вот наши пропагандисты, там, вот, из всех вот этих рупоров, что это тактическое отступление, что Гитлера мы заманиваем, и все такое прочее. Ну, а потом все-таки чувствую, что вот это падает ритм, доверие, да, что вот это тотальное вранье совсем, даже до дебила Джугашвили дошло, что так нельзя, так сказать, а освещать это все, это история, так сказать. Вот, ну, чтобы как-то вернуть доверие, там, усиление, войск, чтобы хоть какая-то объективность, ну, конечно, там действительно, там, и была масса пропаганды, но что-то и правда, понимаете, то есть, чтобы... Ну, вот, и я, опять-таки, перейду к такой момент. Как же уничтожить... Уничтожить энергетику Соллорейха. Ну, вот, я в своих, как бы, передачах об этом говорил, что надо создать большое количество беспилетников, не просто, но и разнообразных беспилетников, привлечь к этому армию, там, воинские части, трудовые руки, в общем, там много вот этого, там много такой вот работы, надо это собирать, надо это все делать. Понимаете, мы опосредованно могли бы ввести минимум группировку военные действия, что они, как бы, не находясь на фронте, но реально они бы работали на победу и, как бы, обеспечивали нашим перевесом, что Соллорейх нам это чем не может быть. Вот, но, как бы, коммунисты, они по своей вообще натуре это страшные тормоза. До них доходит только, когда грянет гроб. Понимаете? И вот, смотрите, я там предлагал вот такое вот мысль, что надо сделать беспилотники, на которых навесить карабдары. вот, ну, я предполагал, что какие-то вот недоумки будут или пройдут мимо, или они будут говорить, ой, какая ерунда, мы все знаем, мы там великие генералы, там, и все такое прочее. Ну, понимаете? Ну, а вот предыдущее мое видео, можете зайти, я ссылочку оставил. Человек делает сельское хозяйство, он на основе принтеров своих, делает части для квадрокоптеров, беспилотников, понимаете? И сделал здоровенный квадрокоптер сельскохозяйственного значения, который повесил на миг радары, который даже не только поможет там, ну, что-то железное наружить, потому что любой радар может, но и он может выравнивать местоположение, местоположение квадрокоптера с точнейшим образом пространства, что крайне важно для артиллеристов, понимаете? Им иногда надо завесить что-то в одной точке, да, как вот реперная такая, как бы, чтобы координаты, как бы, сильно не менялись, и как бы вести с этого, располкорректировать с этого расположения огонь, да? И вот человек везде сделал, понимаете? То есть просто какой-то любитель, просто не великое государство, не 350 тонн золота, который спускает куда-то ежегодно на Биулин, не 17 миллионов тонн титана, который спускает, тоже, ну, известно, куда второе место, но после Китая, у Китая 55 миллионов, у США, которые закупают у нас титан, делают из них кушки, потом нас убивают из этих кушек, он на третьем месте потихоньку. Вот это, вот такое положение. Вот. Но я в связи с этим хочу конкретно продолжить свою мысль, потому что нам надо такой мозговой шторм с вами, друзья, и меня очень интересует мнение ученых, мнение каких-то, не какие-то вонючек, которые сюда, ну, они сейчас перестали заползать, потому что положение на фронтах не блестящее, и вонять им стало как-то, как-то что-то оправдали, говорю, что там делают, что сделать с Лерсомом, что сделать с Купенцем, ты знаешь, вонючка, ты воняешь, ну, давай, расскажи, и все. Вонючка сразу же растворяется, сразу забивается под лавку, когда мы будем наступать, все эти вонючки, они опять кремлевские, вот эти коммунячи, и выползут, и будут вонять по-прежнему. Ну, сейчас это не очень благоприятный момент, вот, и смотрите, какой момент. Я просто хотел бы продлить свою миссию. вот человек умница, повесил радар, да? Ну, нам надо такой радар, как миноискатель. Во-первых, чтобы он, может, летел в метре от земли, может, так, полуметри, скал, обнаружил все растяжки, обнаружил минные поля. Но самое главное, чтобы он обнаружил подземные операционные линии, которые могут как доставлять электричество, а я думал, что на это не смотрел, как данные интернета, так и другие. Ну, и также какие-то генераторы, это же железка, большая, массивная, она должна, что такое, ну, радар, я посвящаю, я помню, что сейчас ЕГЭ, нас у людей безграмотных, вы будете не знать. Радар, это, ну, вот, посылается сигнал, да? Электромагнитная волна отражается от любого железного и возвращается драк. Вот. И получается, что известный направлений, определяется расстояние, вот, ну, с помощью треугольника, там, любой какой-то геометрической фигуры, можно и расстояние до цели определить и выдать и на артиллерийскую остановку, и выдать маршрут беспилота. Вот. Вот как бы так. я в связи с этим думаю, понимаете, я знаю, что вот мои критические такую вот правду большинство людей вылетают. По крайней мере в России, да и наиболее других стран. я часто сознательно понимаю, что вот когда я все это говорю, я подвижаю свою статистику. Вот как я только начинаю говорить правду, статистика раз и ползет в листок. Знаете, то есть надо хвалить на наших людей. Понимаете, это же если они говорят, дурь, делай, то хвалишь, кризюганок. И все хорошо, понимаете. Вот. Ну, я этого, но дело в том, что война всегда наказывает за неправду, за договорку. Она всегда найдет и накажет. Она любит правду. Вот. другого пути нет, как вот по тонкой дужор точке пройти. Вот. Смотрите, я объясняю, как вы, что я сегодня, вы можете выйти в историю, вы можете действовать. Я там более 90 работ, просто набирайте и идите, пока вас не остановят. И там все вот эти видимые дела на тема военной кампании высветятся. Вот. Или зайдите в плейлист. Все. Каждая ссылка ваша, снаряд в сторону СЛР-ы. Понимаете, чтобы реально его разгромить, не как Стрелков говорить, годами будем громить. У нас просто, это просто бред, этого нельзя допустить. У нас недели, у нас с вами дни, мы уже должны были за неделю там вообще делать нечего. Просто нам надо было дойти 300 километров до Луцка и все, и выйти на пустую границу. с этого момента он гром самарых и будет чистой формальности. я, кто, кому интересно могут вернуться проанализировать мои видео ранее. Теперь дальше. Ну, вот, в сущности нам нужен такой родак, как вины и скат. и который завязан был бы с беспилотником и который бы ну, где-то проволока закопана. Что такое кабель? Это проволока, да? Это все равно железка. Ну, он закопан на большом расстоянии. Значит, рада должен очень чувствительный даже проникать сквозь землю, да? может быть даже пройнуть к этой земле и раз и если у нас на мониторе компьютера, да, с пилотом же передает, образовалась на земле ниточка прямая, которая куда-то там ведет. Вот это и есть кабель. Значит, в эту ниточку мы просто можем сбросить крупный фугас, который достанет и просто эту вуточку оборвет. Вот, как бы, как поучаствовать в этом деле? Ну, можете QR-код с моего видео сделать, любой, расклеить, там, Z-бук поставили, действует это как-то худо-бедно, можете своим знакомым, и вы тогда будете участвовать, не будете наблюдателем, а будете участвовать непосредственно на моем методе, и опосредованным. Будь вы женщины, будь вы подростков, будь вы даже кто, и даже вы можете, ваши действия могут приравняться к действию целой дивизии. Знаете, сколько вы там поехали, ну, даже если вы хороший стрелок, ну, бьют 50-х бандеровцев, да, а здесь вы можете просто загубить им целую дивизию, или две, там, как, потому что я думаю, что каждая ссылка это на 150-мм снаряд, он угрожил зелебоба. Вот. Теперь я совершенно, поскольку мне нужны только люди действия, я совершенно конкретно, ну, не нравлюсь я, слишком много правды говорит, неприятно на сознании, ты расстраиваешься. Вот, пожалуйста, вину ссылка на ополченцев, там человек яркий тоже, там, русский дом, ну, он более жизнерадостный, более оптимистичный, более, как бы, если не хочешь мне помочь, помоги ему, то есть, есть еще там ссылка, я оставлял, полку сделан добровольный, тоже там люди помогают, вот, сейчас вот Москва вот это вот запрещает, а люди часто освещают, вот, какие-то военные, и преданы нам, знаете, людей вызывает это интерес, доверие, как, они оседнуют свои средства, помогают, понимаете, а вот, кстати говоря, сдают позиции, потому что вот, сдают координаты цели, и все, да, это те же вот саморейховцы, которые в Керсоне, никакие не военкоры, они там собрались все на площади, то есть, что делали наш Кремль, наши эти депутаты, чтобы обезвредить эту зловонную навозную массу, которая собралась, плюхалась, издевалась там над людьми, привязывала их к столбам, там, ну, верещали там и прочее, короче, от радости, да, вот, от решения вот этих Москвы, там, было вот полное одобрение, да, вот, вот это запретить военкоров, я считаю, что, ну, просто, вот это замечательное решение Страуса, засунули голый песок, все стало великолепно, просто, никаких неприятностей, понимаете, вот, саморейх силы этого предоставляется возможность повести всякие недулицы, там, про вступление на Кентурской косе, и люди начинают этому верить, там, вот, да, да, через метр мы переправим уже, же, это, самое, в Краму, там, ну, я вот, и это, вот, ну, вот, если Кремль хотел вот этого добиться, он своего добился, вот, я предлагаю, давайте, какой-то мозговой шкур соберем, вот, в первую очередь, соберем научно-техническую информацию, вот, я там ссылка с Боссом, он их делает, конкретно, ну, правда, куча денег, ну, понятно, там, работает, да, но, значит, соответственно, может быть, нам надо даже где-то, коммерческие может какие-то стоит заинтересовать, вот, ну, не нравлюсь я, вот, есть организатор, русский, много, где есть, там, вот, есть, какогос дела, добровольное, там, ну, выбирай, ну, не говори, так, этот выбирается, потому, поэтому я не буду, просто я пойду, картинку на один, и спасибо, деду за победу, и все, и я больше ничего не буду делать, понимаешь, вот я выплесну, что-то один комментарий напишу, и так выиграю, а так бывает, только полномерной, плановой работы, все дурное, вот создание Соларейха сделали коммунисты в один день, болбоящего, да, вот, кстати, большой респект человеку, который, не помню, какой-то заместитель фракции, и Россия, я не думаю, что я их когда-нибудь похвалю, вот это Чумо, вот это КПРФ, вот это Тарашкин, вот этот Зюгар, очень сырошник, помощник, так сказать, Навального, они друг другу помогляют, вот, убийца Лоси, да, уголовник, фактически, да, вот, вот, и, значит, все, они там расследования есть, и под Херсоном, и там, действительно, они что-то не выдержат, и вот, замный сказал бы, что-то им бы сказал, и он бы говорит, я не помню точно, но вы бы гнины, позорные, лучше бы страну сохранить, вот это, вот это, вот это, давайте, вот расследование, это вот тогда хорошо бы начать, как ваш Джугашвили пол Сибири отдал Казахстан, Галицу отдал Соларейху, вот за этого его бы достать, сжечь, и его боючий пепел спустить в канализацию, вот это бы, надо было бы сделать, вот это, какую-то такую гражданскую казнь, понимаете, вот сделать, чтобы этим любителям раздавать русские земли туда-сюда, вот, и они подумайте, что я там что-то там против казахов имею, или что-то еще, вот, что сделано, двумное дело, но, а ну что, не будем же мы, как-то, лить кровь из-за этого, и ставить какие-то, наоборот, и мы всегда за, народ-то в этом, как бы, не причастен, и все это, все это, вот эти, вот эти, коммуняки, гельцыны, вот эти, назебаевы, вот эти, вот такая, вот это все, вот они все мутят, мутят, разделяем власть, ну я же все это понимаю, но я так же, как русские казахи, я сам был участвовал в этом, профсоюзе единства, выступали против этого, Назарбаева, коммуняки, да, который тогда давил, новообразованные, маленькие, вот эти, кооперативчики, которые могли, конечно, при грамотном руководстве, вырослевых компаний, предприятиях, которые производили, электронику, вот коммунячий Китай, вел немножко рыночные механизмы, вот, и быстренько нас обогнал, как обогнал, гонял нас всегда Югославида, потому что у нас были самые дебильные коммунисты, ну, дебильные просто, вот эти вот, там, кучи, ну, у них там не было, правда, это не дебильные, но трактору них же не было, самоклору, не было, они половина, коммунячего, население съел другую половину, ну, может быть, коммунячего, ну, питаться было нечем, ну, такая ситуация, ну, как бы, вот так, поэтому, как бы, дело в том, что, никто не отсидится, я вот просто хочу, не какое-то яркое сейчас выступление, разговор по душам, потому что, сейчас вот это литье мы хотим, вот эту, нефть ледовитого океана, а вы, как, вот, как вы возьмете северную ливень, если вы здесь, в Саларейке, нифига не можете решить, нифига не можете еще, если вы собрались тут с полю, вы там, вы там не завязнете, вы не будете, не в тюрьме, то есть, благодать, не только тех, кто воюет сейчас там, ну, кто там рискует жизнью, да, сто тысяч наших парней лучше, да, вот, ну, и любого из вас, будь вы женщина, будь вы подросток, ваше будущее, все решается там, так, если мы этих вонючих, поганых гадок, зловонную, вот эту, лонь Гиммлера, вот этих бандератцев, не задают, они жизни нам не дадут, эти, это падаль вонючие, у них холопья, они польские, вонючие, поганые холопы, они животные, они будут делать все, что им скажут, кто им платит, кто их может там, вот, видите, такие вот, якнули, которые против там были, из этого Азова, да, и все, и, ну, они взяли, американцы, просто, блин, прослали ракеты, испепелили их, и все, и все, и остальные все заткнулись, не, не, они сказали, вы, газдепия, убиваете наших братьев, и они сказали, это, конечно, русские, мы, блядь, придурки, вот это, все это верим, а, газдепия сказала, даже газдепия не стала врать, что это Россия, сказала, ну, если это произошло, это случайно, у них всегда случайно, иран, иран, нравится, они сбивают иранский самолет, случайно, на Дальнем Востоке, совершенно случайно, разбомбили нашу базу, так сказать, сошло им с круг, Менфис там поплавала вокруг нашей лодки, да, наша лодка пошла на дно, да, они наконечники наваривали на свои лодки, чтобы вот, значит, вот как-то, в случае столкновения, так сказать, проломить борт нашей лодки, да, нам вроде говорят, что они как бы сейчас на плечах, вот лично я уверен, вот, я вот как бы так, меня интересуют люди, не которые там что-то там брызгают, там, ну, а которые реально хотели поучаствовать в войне, войти в историю, войти, что-то сделать реально, вот, как бы, ну, ладно, я на сегодня закончу, вот, ссылочки на квадрокоптер, ребят, я потом, может, перенесу и на этот, на этот, как бы, видео, но на предыдущем видео у меня пока, вот, ну, надеюсь, все, удачи вам, ребята, сейчас, рад бы с вами еще поговорить, ну, текущие дела, труба залет, и они закупают гад, на этом году, как бы, ухо, и я, Продолжение следует...